Жара на Донбассе продержится до конца недели. В связи с этим запрещены пикники и сжигание мусора. Медики предупреждают, долгое пребывание под палящим солнцем может привести к смерти. Как не стать жертвой теплового удара, выясняли наши корреспонденты. Дышать трудно. Голова начинает болеть, надевается. В кардиологическом отделении практически нет свободных коек. Из-за жары количество пациентов увеличилось вдвое. Раисе Афанасьевне 65 лет. Большую часть жизни проработала автодорожником. Говорит, укладывала асфальты в плюс 40. Теперь в знойную погоду старается не выходить на улицу. Не выдерживает сердце. У меня 220 на 130 давление постоянно. Очень тяжело, да. Хоть уколы только кончила делать. У меня инфарбу. Гипертоники, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом в группе риска. Им в такую погоду врачи советуют всегда быть в тени или остаться дома хотя бы в самую жару с 12 до 4 часов дня. Тщательно контролировать свое ртурное давление. Наблюдать за новыми симптомами. Если появились какие-то боли за грудиной, здесь нельзя ждать. Здесь необходимо срочно оказывать помощь, чтобы избежать осложнений. Осложнений таких, как инсультов, инфарктов. Если температура на улице выше 30 градусов, пострадать может и вполне здоровый человек, говорят врачи. От теплового или солнечного удара. Покровчанин Андрей в жару предпочитает пить горячие напитки. Например, кофе. Тонизирует, все как положено. Не так хочется пить, не так жарко. Большой ассортимент прохладительных напитков предлагают 40-градусную жару в кафе. Есть холодный кофе, делается специально, айс называется. Глиссе с мороженым, кофе тоже. Очень хорошо идут молочные коктейли. Отказывает в палящий зной и техника. Особенно, если ты за рулем советского авто, говорит Владимир. Перегрев двигателя. Машина старого, кондиционера нет. Форточки открываем. Летом без бутылки воды вообще лучше не выходить из дому. Врачи рекомендуют в день выпивать до 2 литров, отказаться от жирной и острой пищи, а также сладких напитков. Также нужно следить за давлением, иначе может случиться инсульт. Нарушение речи может идти, чувство невозможности глотнуть, головная боль. У человека может изменяться давление. Утиливается кровообращение, потому что жара сама по себе будет провоцировать то, потому что кровоток будет усиливаться. Запрет на пикники и разжигание костров ввели покровские спасатели. До конца недели продержится температура 37 градусов. Ежедневно нам приходят сводки из областного гидромедцентра. Сейчас самый большой класс пожароопасности, и, как правило, наше подразделение несколько раз в день выезжает на тушение именно сухой травы и стырни. По данным спасателей, с наступлением жары количество пожаров увеличилось почти на 15%. Юлия Шкваренко, Телеканал Донбасс.